МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». Смотрите сегодня. Битва за урожай после проливных дождей. Агрария Чуваши ускорили темпы работ. Они отдают свое сердце детям. В честь профессиональному праздника лучшим педагогам Чуваши вручили награды. Музыка в лицах. В Чебоксарах открылась выставка в честь юбилея певческой капеллы классика. В дождливый сентябрь нарушил график осенней уборки. До сих пор на полях остаются овощи и картофель. В несколько солнечных дней в октябре позволили ускорить темпы работ. Михаил Игнатьев побывал сегодня в некоторых хозяйствах республики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. После проливных дождей на полях сельхозкооператива «Ударник» Маргаушского района застаревают даже трактора. Обильные осадки сдержали уборочную страду надолго. Выкапывать картофель в сельхозкооперативе начали только накануне. К уборке решили привлечь дополнительные силы, чтобы успеть до следующей волны дождей. Я в хозяйстве заведующей лаборатории работаю, просто специалисты все вышли на работу. Успевать-то успеваем, но народа если много, еще бы лучше бы. Михаил Игнатьев отмечает, что на помощь работникам могут прийти и студенты вузов. Аграриям придется работать, застучив рукава. Цены на картофель в республике сложились приемлемые, урожай неплохой. Сейчас одного гектара удается убрать более 130 центнеров. Картофель лежит в земле почти 4000 гектаров. Если все это перевести в денежные составляющие, это примерно 650 миллионов рублей по сегодняшним ценам, которые сложились. Но несмотря на это, конечно, хозяйство принимает определенные ответственные решения для того, чтобы техника выходила. Понятно, комбайны плохо идут, можно сказать. Направляют, выводят по поля копалки, после копалки картоши чище. Самая главная задача сейчас – мобилизация человеческих ресурсов. В районах продолжают собирать и кукурузу, правда, качественные всходы удается получить не каждому. На недоработки глава региона указал руководителям хозяйство «Ударник». Кто-то кукурузы сеет. Калибровные семена. Сеялки хорошие. И четко, значит, это самое. И урожай получить его 120 центнеров с гектара. В хозяйстве «Прогресс Чебоксарского района» сумели вырастить хорошую кукурузу. Этот опыт надо распространять, считает глава республики. Вот у вас, она, семена, не те гибриды, да? Она сплющенная у вас. А это какой полный, подержи его. Здесь намного ценностей больше, чем уже в этом. Здесь даже после сушки вы потеряете. Поэтому не надо жалеть деньги на семена, на кое-какие, на какие-то удобрения. В этом году в хозяйстве намерены получить более 2000 тонн зерна кукурузы. На полях работают новые комбайны. Михаил Игнатьев отметил хорошую работу некоторых руководителей хозяйств в сложных погодных условиях. И вручил им часы с чувашской символикой. Медрик Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика. 800 метров дороги. Много это или мало? Для жителей села Чутеево Янтиковского района такое расстояние синоним комфорта, удобства. Эта дорога должна была быть готова еще 11 сентября, но ее нет до сих пор. В запутанной строительной истории разбиралась наша съемочная группа. Улица Чапаева в Чутеево одна из самых длинных поселений. 849,5 метров. Весной и осенью в Распутицу хоть в болотных сапогах ходи грязно. Жители ждут дорогу давно. Глава поселения Григорий Куклов рассказывает, что в конце декабря 2015 года был заключен контракт на строительство дороги переходного типа с фирмой «Энергосервис». Стоимость контракта – 8 миллионов рублей. Учредитель этой компании Сергей Иванов, директор Геннадий Волков. В апреле Геннадий Федорович сам приезжал, обещался начать уже летом, как бы, в полном объеме уже начать строительство. Но очень много там, может, вопросы другие были. Приступили к работе только в конце августа. И то это субподрядная организация. Разрешение на строительство выдали в начале июля, 11 июля. То есть и в течение двух месяцев должны были сдать в полном объеме. То есть 11 сентября должны были сдать данную дорогу. Сейчас субподрядчик ПМК «Водострой» заканчивает монтаж сборной железобетонной трубы, укрепляет русло водопропускной трубы на входе и выходе. При этом официальный договор с фирмой не заключен. Имеется лишь устная договоренность. Работать субподрядчик начал только в начале сентября. За эту работу, еще не до конца завершенную, уже выставлена сумма в 1 миллион 700 тысяч рублей. В конце сентября здесь прошла проверка управления контролем и общественной безопасности администрации главы Чувашии. Они выяснили, что работы выполнены на меньшую сумму и многое сделано не по проекту. Согласно проектно-сметной документации, диаметр этой трубы должен быть 1,5 метра. У меня в руках рулетка. Сейчас мы измерим, каков диаметр установленной трубы. Ну вот здесь действительно не 1,5 метра, а 1,40 метра. Хотя у уступподрядной организации есть свое объяснение. Связались с изготовителями, да. Они сказали, что трубу мы можем поставить только через два месяца. А тогда надо было внести изменения в документацию? Делаются изменения. С проектировщиками эти вопросы решили. В принципе, единственное, там осталось только документальное, это зафиксировать. Непонятно, почему изменения в проект вносятся уже после выполнения работ. Есть вопрос и по срокам. Сказал, приедем, сделаем. Все нормально. Невыполнимых задач не бывает. Выполним срок. Сказал. Срок сказал? Да. Я приезжал туда на объект. Я посмотрел этот объект и понял, что объект очень тяжелый. 22 сентября я получил только комбинаты. Там надо решить вопросы. Я думал, что газотрассы. А вот эти вопросы, когда решим, тогда можно говорить о чем-то. Вопросов возникает множество. Почему была выбрана фирма «Энергосервис», у которой нет опыта строительства дорог? Почему, когда определялся заказчик, не принималась во внимание его судебная история? В судах организация проиграла 30% дел в качестве ответчика. С такой предысторией вообще фирму не нужно допускать на такие мероприятия, на такие работы. Потому что любая стройка, она требует очень серьезного подхода. Пусть она маленькая стройка, 8 миллионов, большая стройка. Должен быть очень серьезный подрядчик. В Министерстве транспорта Чуваши из этой ситуации видят несколько выходов. Два исхода. Первый – это то, что необходимо достраивать, несмотря на штрафы, на время. Ну и, естественно, объект можно сдать до 1 декабря. Реально можно сдать. И второй – если обе стороны не желают работать, ну пусть расторгает контракт. Мы, естественно, тогда уже через Чуваш-Убердор, в соответствии с 84-м законом, подкорректируем этот проект, проектно-сметную документацию, проведем экспертизу и на следующий год выставим дорогие и построим эту дорогу. Глава Чуваши на еженедельном совещании призвал принять меры в отношении недобросовестного подрядчика фирмы «Энергосервис», учредителем которой является Сергей Иванов. Он также отметил, что чиновники на местах не сделали это своевременно. Сейчас определяется дальнейшая судьба проекта. Возможно, его придется переделать. Для примера, только перенос инженерных коммуникаций проходит в согласовании в течение 30 дней. А это уже влечет за собой перенос срока сдачи объекта. А пока жители села Чутеева ждут, когда подморозят, чтобы спокойно ходить по улице, не боясь провалиться в грязь. Татьяна Молок, Валик Якимов, Республика. Сегодня вся страна празднует День учителя. Эта профессия возникла в очень давние времена. Первую школу, по легенде, открыл после Великого потопа сын Ноя. Уже тогда у людей появилась необходимость передавать свои знания и опыт новым поколениям. Невидимый след, который оставляет в душах педагоги, влияет на судьбу каждого человека. Министр образования, молодежной политики Республики Юрий Исаев поздравил лучших педагогов столицы. Наверное, Божий удел заниматься воспитанием и обучать людей, которые пошли в первый класс. Да, что в первый класс? Они пришли к вам с двух лет. Во дворце детского юношеского творчества больше 400 педагогов столицы Республики принимали поздравления. К сердцу отдаю детям. Именно по таким лозунгам прошла эта традиционная встреча. В сферу образования редко попадают случайные люди. Любовь к детям, постоянное стремление к совершенствованию – это как пропуск в школьную жизнь. На протяжении 20-летнего своего педагогического стажа изо дня в день стараюсь дать детям не только знания, но и привить любовь к отчизне, любовь к семье, чувство гражданственности. Дети с года в год меняются, и это очень ощутимо, видно. Меняются в том смысле, что требования к учителю выше становятся. Но в душе дети – они всегда дети. В каком бы веке мы ни жили, детям всегда нужно внимание, ласка, любовь. Про различные реформы в системе образования сказано уже многое. Есть их противники и сторонники, но и те, и другие в равной степени понимают – движение в этой сфере просто необходимо. Общество требует ставить новые задачи перед педагогами, и, соответственно, мы тоже адаптируем всю нашу методологическую базу под вызовы нашего времени. Педагог, хотя он сам по себе и образованный человек, в любом случае ему надо самому постоянно совершенствоваться, повышать квалификацию. Лучшие из лучших были удостоены звания почетного работника общего образования Российской Федерации. Почетное звание также присваивается Любовь Владимировне Замковой, воспитателю дошкольного образовательного учреждения. Необходимость в высококвалифицированных специалистах была всегда. А сфера образования является одним из китов, на которых держится наше государство. В этом году в столицу республики пришли 156 молодых педагогических работников. Чуваший – регион с развитой образовательной инфраструктурой. Только за предыдущие четыре года было построено 38 новых детских садов. А к 2025 году планируется построить и реконструировать 32 школы, создать более 16 тысяч новых мест для учеников. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. 33 педагога, подготовившие победителей и призеров Олимпиад, получат ежегодное денежное поощрение от главы Чувашии. В этом списке Татьяна Иванова, учитель химии столичной гимназии номер 2. Время конденсации? Три часа. 48 минут. Еще немного. Внимание. Пошел! Опять перехимичили. Исправить оценку, как герой Яралаши, пыталось не одно поколение школьников. Такое использование химии в быту стало уже хрестоматийным примером. Татьяна Петровна рассказывает о таких примерах каждый день. На глазах школьников сложная наука с большим количеством формул превращается в понятную всем историю, в которой есть место чудесам. Кто из нас не удивлялся опытам, которые проводились в кабинетах химии? Вот уже 30 лет Татьяна Петровна обучает будущих Менделеевых. Ее ученики очень любят этот предмет, постоянно участвуют в соревнованиях различного уровня. Когда я тоже сама в школе училась, мне очень химия тоже нравилась. У меня сразу вопрос не стоял передо мной, какой предмет выбирать. Я хотела быть учителем, так как меня химия увлекала и интересовала. Я сразу пойти решила на химический факультет нашего Чувасского государственного университета. И после окончания университета я сразу пошла в школу. С тех лет я в школе и работаю уже 30 лет. Только в этом году 10 учеников педагога стали призерами в олимпиадах разного уровня. Как признает Татьяна Петровна, работа в школе приносит ей огромное удовольствие. Дети, они очень благодарные. У них глаза горят. С ними никогда не состаришься. С ними всегда чувствуешь себя молодой, сколько бы тебе ни было лет, какая бы ты ни устала, ни была. После ученого года устаешь, а потом к сентябре опять приходишь такая же вдохновленная, потому что знаешь, что тебя ждут любимые дети. Среди учеников Татьяны Петровны есть уже и те, кто определился с будущей профессией. Татьяна Петровна замечательный учитель. Учитель. Именно из-за нее я поняла то, что я хочу связать свою дальнейшую жизнь с химией. То, что химия – это одна из величайших наук. Химия – это мой любимый предмет, и она мне больше всего нравится, потому что без химии в современном мире никуда. Все, что нас окружает, скажем так, это химия. В любой области промышленности нужно знать химию. И она всегда актуальна, всегда может пригодиться. Учитель должен уметь заинтересовать ученика, помочь с выбором. У Татьяны Петровны это получается. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в Москве начала работа Государственная дума России седьмого созыва. Напомню, что в Чувашию в парламенте страны представляют пять депутатов. Алена Аршинова, Леонид Черкесов, Валентин Шурчанов, Анатолий Аксаков и Олег Николаев. О том, что происходило сегодня в охотном ряду, нам рассказала Алена Аршинова. Сегодня состоялось первое пленарное заседание Государственной думы седьмого созыва. И Чувашская республика была представлена сегодня в полном составе. И была в рабочем состоянии, дисциплинирована, системно участвовала в работе нашего заседания. Кроме того, конечно, хотелось бы сказать, что сегодня нам была оказана высокая честь. Вскрывал наше заседание президент Российской Федерации Владимир Путин. Очень важно, он сегодня отметил, что ему импонирует шестой созыв. Тем, что многое удалось сделать и поблагодарил предыдущего спикера. И очень важно сохранить преемственность и, конечно, сделать все, чтобы сохранить традиции и российского парламентаризма, и те традиции, которые были наработаны уже в шестом созыве. Мы выбрали на пленарном заседании и председателя Государственной думы, и избрали сегодня вице-спикеров, избрали сегодня также председателей комитетов, определили состав комитетов. Поэтому я согласна этому составу комитетов, который был утвержден, продолжаю работать в комитете по образованию. Поэтому я надеюсь, что все те программы, которые мы начинали в шестом созыве, будут продолжены и впредь. Тройной праздник сегодня у наших коллег и гос. телерадиокомпании «Чуваши». Они отмечают сразу три даты. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Мы находимся в нашей студии, студии национального телевидения «Чуваши». Вот в правом верхнем углу, вот здесь вы видите наш логотип. Это желто-красная звезда с микрофоном. Это я к чему? Дело в том, что вы, дорогие телезрители, очень часто путаете нас с нашими старшими коллегами ГТРК «Чуваши». Старшими, потому что в эфире они уже десятки лет. И как раз сегодня они отмечают сразу три крупные даты. Пойдемте, поздравим коллег. А вот то знаменитое здание на Николаева. Про него нас тоже часто спрашивают наши гости, которые приходят к нам на интервью. Так вот, это здание ГТРК. Пойдемте внутрь. Этому зданию около полувека. Строили его специально для радио и телевизии. И вот сейчас мы с вами зайдем в святую святых коллег в студию. Если наш телеканал вы можете найти на 19-й и 20-й кнопках пульта телевизора или рядом, то включение из этой студии вы видите на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24». Этой осенью ГТРК «Чуваши» отмечают сразу три крупные даты. В сентябре 1919 года в Чебоксарах построили первую радиостанцию. Она принимала информацию от российского телеграфного агентства, сокращенно «Роста». Октябрь 1926 года, то есть 90 лет назад, на «Чувашском радио» вышла первая передача на чувашском и русском языках. Октябрь 1961 года, 55 лет назад, заработал телецентр управления Министерства связи СССР. Октябрь 1996 года начинается вещание городского ТВ. Выходит первый выпуск «Городских вестей». Получается, что мы, точнее, национальное телевидение «Чуваши» младше наших коллег на 50 лет. Вот такая вот разница в полвека. Ну что ж, здесь наши коллеги работают, а поздравляют их сегодня в театре оперы и балета. Поехали! Я рад вас приветствовать на вашем прекрасном прождественном мероприятии. Три юбилейные даты. Это очень значимо для всех нас. И все то, что вы делаете практически, вот так ловите, цепляете, новостные, все те события, которые происходят, и доводите до практически зрителей, слушателей. И это очень важно. Это большая семья, дружный коллектив. Это масса положительных эмоций. Это эфир. Это радость. Смешно связано с депутатом. У нас ничего смешного не происходит, мы серьезная компания. Иногда во сне мне снится, что я на съемках и снимаю главу нашей республики. Потом я просыпаюсь, еду снимать главу нашей республики. И это очень необычное ощущение, я скажу. Мне очень нравится моя работа. Я побывал на Северном полюсе. Это очень здорово. Я бы никогда, наверное, не побывал бы там. Для вас радио – это все-таки что? Это моя жизнь радио. Я здесь 38 лет уже. Казалось бы, изначально я учитель. Всю жизнь мечтал стать учителем. Работал в школе, даже возглавлял школу. А потом так судьба повернулась, что я вот уже 38 лет на радио. Ну а теперь пару слов от нас, национальной телерадиокомпании «Чувашия». Дорогие коллеги, конечно, мы с вами конкуренты и соперники на информационном поле боя. Однако очень часто на съемках оказываемся плечом к плечу. Приятно знать, что иногда на это плечо можно опереться. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Музыка в лицах. В Чувашском художественном музее открылась выставка, посвященная 25-летию Чебоксарской муниципально-певческой капеллы «Классика». Светлана Ефремова – одна из первых солисток хора. В ее концертном репертуаре более 200 произведений российских и зарубежных классиков. В родной капелле она не только поет, но и ведет концертные программы. «Классика – это огромная часть моей жизни. Моя радость, моя боль, мои друзья. Огромный кусок творчества. Хочется новых гастролей. Я думаю, что это осуществимо. Хочется каких-то новых интересных концертов, программ. Но я думаю, что мы в этом направлении развиваемся и очень-очень плодотворно работаем». За творческое развитие коллектива отвечает идейный вдохновитель и главный дирижер «Классики» Морис Еклашкин. «Необходимо не просто замкнуть какие-то определенные рамки, как чисто хоровой коллектив, камерный план. Именно их вовлечь в другое русло, другое понимание того, что существует и более высокая ступень развития именно данного коллектива. Тогда я считаю, что возможна удача и дальнейший его рост». Надежда Молошникова стала директором «Классики» 9 лет назад, сменив основателя Владимира Желобанова. «Классика – это чудо. Классика – это родной коллектив, это творческое содружество самых-самых преданных и самых интересных людей, которые живут в нашем городе. Наша классика не просто называется Чебоксарская, она действительно представляет наш город». У капеллы широкая аудитория. Ряды давних почитателей пополняются новыми. «На выставку я пришла, потому что мне это очень нравится. Сама занималась 7 лет в музыкальной школе». Сейчас творческий коллектив готовится к юбилейным концертам. Они состоятся в конце месяца. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. Свой профессиональный праздник отмечают сегодня сотрудники управления уголовного розыска. В Министерстве внутренних дел Чувашии состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой дате. Основная задача сотрудников уголовного розыска – найти и обезвредить преступника. При этом не стоит надеяться только на современные технологии. Стоит почаще встречаться с ветеранами, перенимая их опыт. Опыт даже в чем? Опыт – это общение с людьми. Это уже важно. Почему? Потому что это у нас ни в высших учебных заведениях не дается, как общаться надо с людьми. Всегда бог опыта с ветеранским организациям должны быть взаимодействованы. За достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности и успешное выполнение особо сложных и важных задач сотрудники уголовного розыска были награждены почетными грамотами и ценными подарками. Сегодня же стражи порядка республики присоединились ко всероссийской акции «Зеленая Россия». Ветераны ОВД и члены общественного совета пополнили столичную сиреневую аллею новыми кустами. Сама аллея появилась в сквере защитников правопорядка 6 июля прошлого года, в день образования чувашской милиции. Задача любого человека – это построить дом, вырастить сына, посадить дерево. Вот давайте начнем с посадки деревьев, с озеленения нашей республики, и чтобы наш город и наша республика стал еще краше. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин